Всем привет, ребята! И обычно я никогда не начинаю свое видео отсюда, потому что я всегда выхожу куда-то, снимаю на улице, где угодно, только не здесь. И это моя комната. Здесь я прожила с октября 2022 года по июнь 2023 года. Я специально не снимала здесь видео, я всегда пыталась снимать где-то, лишь бы не здесь, потому что моя комната просто ужасная. И так получилось, что я отсюда съезжаю очень скоро, и это мои последние дни в этой комнате. И я решила, раз уж на то пошло, снять вам обзорчик на мою комнату и на мою общагу в целом. Серять нечего, вообще покажу все, что тут есть, что тут происходило. Когда я выложу это видео, здесь я уже жить не буду. Поэтому anyway. И в конце я расскажу, сколько это стоило, сколько стоит жить на Манхэттене, поэтому досматривайте это видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии. Хочу немножко рассказать вообще, как я тут оказалась, почему я живу в общаге. Ну, собственно, все очень просто. Я переезжала по учебе в Америку, снимать квартиру на Манхэттене и в районе, в котором я учусь, очень дорого. Поэтому да, поэтому я тут. Наша общага находится на 70-й улице, Upper West Side. Это очень хороший район, рядом Центрилл Парк. Вообще, район шикарный, вопросов нет. Заживу я здесь, типа, со своей соседкой, и у меня типа и соседка. И в первом семестре она еще тут появлялась, но со второго семестра в нашу же общагу заселился ее парень, который жил в другом корпусе общаги. И она переселилась к нему очень плавно, и теперь она вообще тут почти не появляется. Я живу тут одна. Ее вещи все еще находятся здесь, но она по факту здесь вообще не живет. Ну что ж, начнем обзор с этого коридора. Вот этот коридор идет в мою комнату. И здесь, кстати, прямо рядом с моей комнатой находится душ. Выглядит как газовая камера какая-то. Ну да, в общем, заходим в эту прекрасную комнатку. Вот так вот в целом она выглядит. Начнем, наверное, вот отсюда. Это наш прекрасный комодик рядом со входной дверью. Входная дверь, тут есть даже... На входной двери тут даже есть, типа, глазок и что-то вроде звонка. Но, да, пожарная сигнализация прямо над входной дверью. Вот здесь находится прекрасный комод. Такого вот прекрасного качества. Такого вот прекрасной вообще quality. И тут у меня просто хранятся вещи. Ничего необычного. Всякие реквизиты и так далее. И полы тоже такие вот прекрасные. С такими прекрасными плинтусами. Вот. Я прям наслаждалась ими все это время. Тут у нас, короче, эту лампу я купила в своем одном из своих первых влогов про Новый год. До этого ее не было. И мы пользовались вот этим светом. Я сейчас покажу, как это выглядело. Это буквально вся комната была освещена только этим светом. Потому что если включить вот этот свет, который тут подразумевается изначально, это трэш. Я никогда его не пользовалась. Поэтому мы пользуемся лампой. Дальше тут мой увлажнитель, который я купила тоже на Амазоне. Потому что воздух в нашей общаге супер-супер-супер-супер-супер-сухой. Поэтому, короче, увлажнитель хотя бы такой маленький уже как-то получше становится. Розетки, зарядки. Все это в таком вот небольшом messy варианте. Но как бы пофиг. Ладно, окей. Небольшая штучка для всяких тоже вещей. Это покупала мама моей соседки. Тут тоже какое-то барахло. Что-то мое. Вот, ну, очевидно, это мое. Очевидно, это мое. Что-то ее. Короче, вот так вот это все выглядит. Мы покупали этот ковер в Таргете. И, в принципе, он делает хоть как-то эту комнату немножко уютной. Там хранятся все наши чемоданы, с которыми мы приехали. Там хранится моя папка для нот. И лейка, которую мы покупали для реквизита. Вот здесь вот под кроватями находятся еще два комода. И это большое счастье, что у нас есть вот этот комод, вот этих два комода. И еще полноценный шкаф вот там. То есть такого вообще почти ни у кого нет. И, кстати, сейчас слово хочу сказать, что наша комната... Самая большая комната на этаже. Самая большая. Все остальные комнаты... Это угловая комната, и таких всего две или три на этаже. Все остальные комнаты заканчиваются примерно вот где заканчивается вот этот ковер. То есть на половине. И вот просто вот чисто место для кровати. И все. Вот это вот вся комната для всех остальных. Но у нас... Нам повезло. И мне вообще повезло, что у меня нет соседки. Что у меня такая комната. И это еще огромное счастье, что я тут живу. И кровать. Это моя. Это ее. И она там не появлялась уже очень давно. Да. Тут висит у меня постер с Джейком Джилленхолом. И мне его подарила подруга. На Модере. Это постер с... Кого зовут? Джоффри? Ланнистер? Я забыла. Короче, вы поняли. А тут висит моя сумка для моей ланджри. И я сюда все складываю, потом просто несу вниз. И я вам покажу, как выглядит то, где мы стираем вещи. Вот этот у нас такой проход с пакетами. У всех людей это пакет с пакетами. У нас это проход с пакетами. Тут просто валяются какие-то пакеты, сумки и вообще какая-то хрень. Вот так вот выглядит... Вот так вот выглядит вот такой вот у нас антураж. Подсоединитель всех вот этих вот устройств, которые стоят, собственно говоря, на холодильнике. Тут есть чайник. И вот эта стена, ребят, это, если честно, мне очень стыдно, потому что это моя вина. И она такой не была, когда мы заехали. И от чайника она стала такой. Я надеюсь, они просто не заметят и такие, ааа, нормально. Это моя мультиварка, которая буквально спасает мне жизнь, потому что на кухню я никогда не хожу. Я тоже покажу вам кухню. И тут я хотя бы могу что-то готовить в комнате, не выходя из комнаты. Что уже тоже хорошо. Стоило, по-моему, 30 долларов на Амазоне. Что-то вообще супер. Микроволновка, которая была у нас уже, когда мы заезжали. Тоже помогает. Опять же, из хорошего. У нас полный фулл-сайз фридж. Не у всех есть вот такой вот фулл-сайз фридж. У многих просто он вот здесь вот заканчивается. Просто вот такой вот маленький. У нас это полноценный холодильник. И здесь сверху есть морозилка. Снизу холодильник. Вот в этом углу прекрасном тут висят какие-то постеры. Эти я привезла с России. Этот я уже тут взяла. Нам дали в кинотеатре бесплатно. Но здесь, короче, это просто такой вот угол. Санхоз угол. Вот здесь вот постер, который висел вот на том шкафу. Но он постоянно отлетал, потому что он был сильно тяжелый. Мы просто его сняли и поставили вот сюда. Вот это мусорка, которую никто не пользует, потому что она сильно маленькая. Я просто оставлю пакет и использую это как мусорку. Всякие принадлежности банные. И это наше прекрасное окно. Моя любимейшая просто часть этой комнаты. Это вот это вот окно. Посмотрите, какое оно чистейшее. Но его можно вот так вот... Его можно вот так вот открыть. И вот там будет улица. И вот сюда укладываешь окна и нагрев. Сколько солнечного света попадает в эту комнату, судите сами. С условием того, что там здание. И это все, что у нас есть. Еще и грязное. Но anyway, вот это моя чайная коллекция. И я понимаю, что, скорее всего, мне нужно с ней что сделать, потому что это выглядит очень странно. Но я уже просто забила, и оно стоит тут. Это наш прекрасный кондиционер. И спасибо на том, что он есть. Потому что в Нью-Йорке лето ужасное, и тут жить без него нельзя. Это зеркало, в котором мы красимся, потому что, опять же, я говорю, это единственный нормальный свет, который мы получаем. Это наша такая прекрасная батарея, которая воняет просто нереально. Каждый раз, когда ты ее включаешь, на всю комнату будет вонь. А в комнате очень было холодно зимой, потому что, если посмотреть вот здесь вот на щели, то тут прям, ну, типа, тут вот прям щель. И вот это вот все проходило как бы зимой, и было, ну, градусов там, не знаю, 8. И я просто сидела и такая, о, боже. А батарея работала через раз, и еще и воняла каждый раз, когда работала. Просто. Супер. Это наша ванна, и мы ее делим с другой комнатой. То есть у нас, получается, сквозная ванна. Там идет одна, другая комната, и это наша комната. И та комната, как я уже говорила, просто вот такого размера. Вот такого. Ковер. И почти все это покупала мама моей соседки. Спасибо ей большое за это. Реально, вообще, от души. Тут висят прямо на двери наши банные принадлежности. Конечно, выглядит это уродливо, но зато это очень удобно. Типа, не надо никуда лазить, ни по каким шкафам. Ты просто все берешь и идешь в ванную. Я сейчас только что закрыла своего соседа, потому что, ну, типа, если он меня поймает на этом, будет странно. Короче, вот так выглядит ванная. Тут тоже есть мини-окно. Вот такая вот тоже, такая приятность. И вот так вот выглядит наша прекрасная душевая. Тут еще, кстати, была плесень недавно. Я это все отмыла. Спасибо, Юля, что отмываем это за всех. Вот, вот такая вот тоже. Вот такая вот прекрасная, вот такая прекрасная душевая. Ладно, откроем соседа. Пусть пользуются на здоровье. Так, что у нас тут идет дальше? Дальше у нас идет плакат с прилучным прямо... А что, это какая-то муха залетает. Плакат с прилучным прямо над моим прекрасным письменным столом, который является единственным столом в этой комнате. И все время мне приходилось есть прямо вот здесь. Вот. Так сказать, и учиться, и есть вот здесь. Причем, что вот здесь вот в полную... Ну, с прямой спиной не сядешь, поэтому приходилось сидеть здесь. И самая моя любимая часть моей этой комнаты, помимо окна, это вот этот вот стул. Ну, это просто трындец, ребят. Я вообще, я вообще, я, 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 когда сюда заехала, думаю, это что? Просто как вообще? Это что, я в какой-то поликлинике номер три, что ли? Тут хранятся наши всякие продукты, какие-то сухие, которые не нужны, которые не нужно класть в холодильник. Там хранятся просто какие-то там, типа, отпариватель, фольга, хлорка какая-то. В общем, какие-то, короче, тоже хозяйственные товары. Да, на этом столе стоят вот такие вот букеты, которые мне подарили на день рождения. Они до сих пор скрашивают хотя бы немножко эту комнату. Свечка, которую нам нельзя поджигать тут, кстати. Чай. Тут у нас хранятся все... Боже, просто... Боже, просто капец. Я недавно тут убиралась. Почему это опять стало вот таким? Окей, whatever. Тут хранится мой набор для делания кофе. Я весы, кстати, с собой везла из России, потому что они меряют в граммах. Воронка. Короче, все для кофе, который я делаю каждое утро. И тут хранятся всякие, типа, тарелки, чашки и так далее. Ну, и тоже, опять же, еще одно, понимаете? Одна часть любимой другой. Моя любимая часть, это раковина. Плойку моя оставила соседка. Я не знаю, что он тут делает. Ну, как бы, пусть лежит. Меня не трогают, в принципе. Да, раковина. Это шик. То есть, представляете, все, что вы делаете, разделяя кухонную раковину и раковину в ванной, я делаю все тут. Типа, вот, это раковина на все случаи жизни, так сказать. И помыть посуду, и почистить зубы, и все. Вот такая вот... Такая вот причуда у нас. Собственно, мыло. Вот это вот baby powder. Моя соседка оставила. Кружка. И вот такая вот прекрасная раковина просто, которая загрязняется примерно раз в три секунды, и которая не чистится еще. Ну, и зеркальце тоже. Ну, и зеркальце тоже такое вот... Такое вот... Вообще sweet. Delicious. Тут хранятся тоже всякие тарелки, моющие средства и так далее. Ну, и мой шкаф, который просто тоже выглядит очень... Выглядит он на самом деле нормально. И, слава богу, тут висят только мои вещи, потому что моя соседка их куда-то вообще все делала, и больше... Короче, я не знаю, где ее вещи, но она сказала, можешь занимать весь шкаф. Я такая, спасибо. Вот. Тут висят все мои вещи, и слава богу, что у меня есть хотя бы такая возможность. Это реально большое счастье, потому что у многих вообще даже такого нет. Просто вот такой вот один комод на двоих. Короче, тут почти просто все мои вещи. На этом все. Это ее полотенца висят. Там тоже мои вещи. Какие-то тоже какая-то посуда, зимние вещи вот там лежат. Ну, в целом все. Вот и все, короче, моя комната. Сейчас я вам покажу еще, что есть на этаже. Короче, вот так вот выглядит наш коридор. Вот это вот комната, в которую мы выносим помойку. Типа, там просто очень много помойки. И рядом с ней есть туалет, который, типа, один на этаж. И тут вот еще один туалет, где, типа, есть кабинки. И я не представляю, как сюда люди ходят, потому что... Короче, у меня комната 320, это четный номер, значит, у меня есть свои ванны. А на нечетной стороне своей ванны нет. И им приходится ходить вот сюда. Короче, мне еще крупно-крупно повезло. Вообще почти совсем. Вот тут вот находятся, короче, лифты. Тут обычно стоят какие-то... Тут вывешивают обычно какие-то постеры того, что происходит на этой неделе. Ну и, собственно, да, вот тут тоже комнаты. У них, конечно же, нет своей ванны. И вот здесь вот выход на лестницу. Вот так вот выглядит моя любимая кухня. И это единственная кухня на всем этаже. Здесь люди постоянно готовят. И тут всегда просто невероятное количество людей. Просто друг на друге. Но потому что сейчас 7 утра, сейчас никого нет. И смотрите, что остается после всех. Вчера была пятница вечера. Вот так вот выглядит плита. Да, тут я видела уже двух тараканов на этой кухне. Здесь находится типа вафельница, духовка, тостер, что-то чье-то. И это такое типа полуподвальное что ли помещение. И вот так вот, короче, выглядит прекрасно кухонька. Запах тут тоже всегда чего-то подгоревшего. И, короче, да, это жесть. Я ненавижу сюда спускаться. Хоть тут и есть вот такой фаттан с водой. Я даже сюда просто спускаюсь и быстро ухожу в комнату, потому что тут находиться я просто не могу. Вот такие вот тоже прекрасные потолки. Вот тут вот есть две ванны. Тут типа такая барная зона. Поняли, да? Вообще круто. Вот, и вот здесь вот находится одна репетиционная комната. Тут можно ее арендовать и репетировать. И тут постоянно кто-то поет. Вот здесь вот находится наш backyard. Окей. Короче, вот так вот выглядит наш backyard. И, в принципе, он неплохой. Вот это вот все окна комнат, выходящие сюда. В принципе, тут можно просто сидеть. И, в принципе, тут неплохо. Вот деревья. Вот backyard. И как бы вот куда. Вот так вот выглядит наша прачечная. И, да, обычно тут куча людей. И в 7 утра, уже в 7 утра забиты раз, два, три, четыре, пять машинок. Вот это вот типа dryers. Тут можно, это все сушилки, сушки. Вот эти корзины, чтобы перевозить вещи отсюда сюда. И люди постоянно, во-первых, люди постоянно оставляют гору своих вещей здесь. Потому что, ну, кому-то нужна машинка. Видят, что она закончила работу. Берут оттуда вещи. Просто выкладывают на стол и загружают свои. И вот тут просто всегда горы вещей. И люди их не забирают. И не знают, что с ними. И стирка стоит 2,75. И сушка стоит 2,50. И, несмотря на это, я всегда разделяю вещи. Потому что, ну, типа, люди стирают все вместе. Не работает для меня. Вот так вот выглядит, типа, наша лаунж-зона. И кто-то тут сидит, конечно. Но я как-то не горю желания сюда приходить. Тут есть принтер. Какие-то настолки. Интересно, кто-то когда-то в них играл. Знак. Фотка. Короче, вот такой вот интерьерчик. Вот это вот лаунж-пространство. Вот. Тут еще кто-то смотрит телек. Можно у него играть. Ну, в принципе, как-то да, вот так. И тут же, опять же, выход на этот бэкьярд, который я уже показала. Самый главный, конечно, у меня вопрос, что это к тому, какие люди засранятся. Как никто после себя ничего не убирает. И это вообще какой-то кошмар. Ну, а теперь подбираемся к самому главному и к самому интересному. Ну, в общем-то, эта комната стоит 1500 долларов в месяц. Как я уже говорила, район хороший. Это Манхэттен. Это прям самый центр. Очень близко к центральному парку. Тут почти есть все рядом, все, что нужно. Станция метро прям тут. И очень хорошая станция метро. Это я еще живу в хороших условиях, потому что если буквально посмотреть за стенкой, у моего соседа комната вот примерно вот такая. и еще нужно жить с кем-то. Самое главное, самое главное. Буквально вчера мы получаем новость о том, что с 11 июня всех переселяют в новую общагу. То есть всех просто берут и переселяют в новую общагу на 13-й улице, Greenwich Village. Супер район. Там рядом Челси, там рядом Соухад. Короче, прям супер крутые районы в даунтауне. И там реально будут классные условия, классная общага новая. Там будут такие прям апарты, будет своя кухня, будет своя ванна. И, короче, да, будет прям классно. Но, конечно же, все это произошло, когда я приняла решение уезжать из Нью-Йорка и когда я прожила тут. И все мы прожили тут. Вот такой вот экспириенс. Я попыталась снять все как есть, без всех прикрас. Как сказать? Конечно, бывает хуже, но, опять же, за такую цену это не то. Ну, я просто понимала, что у меня другой опции нету пока здесь. Но, да. Надеюсь, в новом месте будет лучше. Я сниму вам обзор на свою новую общагу уже в другом городе. Как-то так. Пишите, как вам вообще впечатление от этого всего. Как вам обзор, как вам общага в Америке. Естественно, есть разные общаги и это, наверное, самое вообще худшее, которое можно представить. Ну, не самое худшее, но одна из самых худших, которых можно представить. Во всемном общаге более-менее. И наша, надеюсь, в которую ребята переедут уже без меня, будет тоже хорошей. И до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой инстаграм. И все ссылки будут в описании. И пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok